Ну что, ребята, всем привет! Как всегда, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И сегодня у нас будет обзор колоды, которая называется Jerry's Nugget. И вы, возможно, спросите, блин, Андрей, сколько можно этих Jerry'ков уже обозревать? Но нет, это новое переиздание, которое было в 2019-2020 году. И вот оно у меня только сейчас появилось на руках. Вот такое вот переиздание, напечатанное на заводе Expert Playing Card Company. Вот. И, собственно, я так подумал-подумал и решил, что... А зачем делать обзор на эту колоду? Потому что в ней, по сути, то же самое, что и здесь. Но сейчас мы с вами просто до конца исследуем эти две колоды. Я покажу вам, в чем в них разница, какие у них есть отличия. Ну и, конечно же, начнем с того, что я вообще любитель карт игральных Jerry's Nugget. У меня есть вот такая ужаснейшая китайская подделка Jerry's Nugget. Есть довольно-таки хорошая подделка Jerry's Nugget, потому что, смотрите, она напечатана на китайском заводе, но она даже веерится и тить колотить офигенно. Это, конечно, ее плюс. Вот. Это мы тоже откладываем. Плюс у меня есть вот такое шуточное переиздание, которое называется Chicken Nugget. Тоже сделано прикольно. И вот такое тоже официальное переиздание, которое у меня появилось в прошлом году. Это суперлимитированная колода, которая сделана всего в тиражом в тысячу колод золотыми краями. То есть, для тех, кто не в курсе, вот такая вот она крутая лакшери. Если что, вот таких колод осталось только две колоды. По ссылке в описании у меня в магазине вы можете найти. Кстати говоря, была уже выпущена еще одна версия вот таких вот по тысяче колод и гилдедов. Но там у них фишка в том, что эффект гилдед идет именно в цвет колоды. И поэтому вот эта колода начинает уже дорожать. Поэтому переходите и покупайте. Доступны еще и оранжевые цвета. А оранжевые цвета очень красиво смотрятся с золотым эффектом гилдед по краям. Все. Ну и давайте-ка начнем все-таки обозревать вот эти вот две колоды, которые с одной стороны очень сильно похожи. Но на самом-то деле у них огромное количество разниц. И сейчас я вам все это покажу, расскажу. И все, собственно. Кстати говоря, вот это очень советую для коллекционеров. Ну а мы сейчас усаживаюсь поудобнее. Что делаем? Начинаем обзор. Итак, первое, что мы с вами видим, и это очень большой плюс, что ребята скопировали даже размер коробочка. То есть смотрите, это китайская подделка. Вот такого же размера у нас идет, например, Bicycle Standard. А это, видите, какая тонкая 70-го года колода. И, соответственно, она тоньше, чем обычные сейчас идут. Но эта колода, которая переиздание, официальный репринт, она такого же размера по высоте. Это плюс, огромнейший. И да, кстати говоря, мы сейчас ответим на вопрос, почему эта колода. 1970-го года. Стоит 500 долларов. А вот это 15. Интересно? Ставьте лайки и поехали. Теперь давайте-ка заценим вот это вот. Это у нас пломбы. Здесь пломба, как и здесь. Но надписи, естественно, в зависимости от завода. Здесь было написано United States Plain Card Company. Здесь эксперт Plain Card Company. Есть. Также еще есть переиздание в двух версиях. Это переиздание называется Vintage Fill. Что значит, то что вот эта пломба точно такая, как и на оригинальных старых Джерриках. Вот так вот. Плюс, это у нас есть еще версия новое переиздание. Называется Modern Fill. И она имеет просто такой же рисуночек, но у нас вот эта пломба, как обычная, на байках стандарт. Все. В этом вся разница. Я себе решил взять именно Vintage Fill, чтобы у нас было прям доскональное сравнение двух этих колод. По рисункам, как мы видим, все абсолютно идентично. Никаких вообще разниц нет. Единственное, что это белый картон на новой и такой желтый уже старый на старой колоде. Но этой колоде один год, а этой колоде 51 год. Разницу, я думаю, вы чувствуете. Также, что еще по надписям. Все абсолютно идентично. Прям вот один в один все слизано. Ну, так и должно быть, кроме нижней части. Потому что здесь уже по новым стандартам рассказывается, где эта колода была переиздана и что это вообще за колода. Также у нас в боковой части все идентично сделано. И сверху у нас тоже написано так же, как и в оригинале. Только здесь у меня верхние пломбочки, увы, нету. Вот. И, собственно, все. Поэтому я как бы вроде бы все рассказал. Но! Давайте-ка приступим к внутренней части. А здесь есть два замечания. Во-первых, в переиздании, вот видите, в переиздании справа, у нас здесь вот эти вот язычки, они, во-первых, шире и короче. Здесь они уже и длиннее. Это во-первых. А во-вторых, посмотрите на качество картона коробки в этой колоде, в новой. Я открыл эту колоду, ну, примерно раза 4-5, максимум 6 за последние где-то месяца 3. Вот. Посмотрите, что у нас здесь. Картон просто заерзался и он оттопырился. Этой колоде 51 год. Да, она не была открыта 51 год, но у меня она только уже года 4 или 5, я точно не помню, даже, может, и 6. Но, что самое интересное, я ее в руках держал точно больше, чем ту колоду. И открывал я ее больше, чем ту колоду. И в итоге мы с вами получаем вообще идеальный язычок. Да, этого нету маленького язычка, но большой язычок вообще, никаких зазубрин нету. Вот это вот качество. Такс, ну и что, давайте-ка переходим к самим картам. И сейчас мы, ребятки, будем сравнивать все эти карты. Я вам покажу, в чем у них здесь разница, чем они отличаются. И вот давайте возьмем такие вот карты, как 9, Король Пик, значит, Туз Пик и Джокер. Это у нас какая? Старая колода. И открываем новую колоду. И здесь то же самое у нас. Берем 9, Король, Туз и Джокер. Так же у нас тут расположено, да? Да. Вот так вот только. И сейчас тоже будем подробненько все сравнивать. Итак, начинаем с карт обычных. Первое, что бросается лично мне в глаза, это качество печати. Во-первых, карты, которые деланы на вот этих вот репринтах, более тонкие краски, ну точнее более тонкие надписи. Это во-первых. Дальше вы точно это все увидите. И также еще, не знаю почему, но здесь цвет более насыщенный красный, чем здесь. Он здесь уходит как в малиновый оттенок, а здесь именно такой ядрено-кровавый красный. Это единственная разница, к которой я приколебался. Вот. И можно идти дальше. Так, поехали дальше. Что у нас с картами и с лицами? И здесь вот я вам сейчас расскажу, что мне больше понравилось. Во-первых, опять же, видно качество печати. Здесь более тонкие линии, здесь более такие жирные линии. Я не знаю, почему нельзя было скопировать здесь такие же линии, как и здесь. Ведь если оно может тоньше печатать, то толще оно тоже сможет напечатать. Но нет, какого-то черта у нас здесь тоньше линии, а здесь толще. Также еще кидается в глаза и качество краски. Я не знаю почему, но здесь желтый, такой прям неприятно ядовитый. А здесь желтый. Он прям такой классный, насыщенный, солнечный, обалденный. Вот. То есть здесь у нас более светлый, здесь более темный желтый. Но этот цвет мне больше нравится. Также еще здесь черный, он тупо черный. Здесь черный, он такой, как знаете, темно-темно-темно-темно-синий. Вот не отдает той чернотой, как здесь. Вот так вот. Ну и как бы красный здесь тоже ядрено-красный, а здесь такой, как чуть малиновый. Все, переходим дальше. И здесь вот будет больше всего видно разницу в толщине печати. Смотрите, какая здесь жирная надпись и жирная линия над надписью Jeris. И как здесь тонкая такая линия, как волосинка. А здесь более толстая. То же самое и с надписью Complyments. Здесь у нас, значит, вот такие жирные буковки. Здесь более тонкие. Джокер тоже самое. Вот такая вот разница. Видите? Видите. И опять же, почему здесь нельзя было сделать так же, как и в оригинале? Все-таки это же не китайская поделка, да? То есть они в свое уже могут правильно переиздать. Ну, напечатали бы там пару десятков лишних колод, там проверить, как получается. Одинаково, не одинаково. Ну да ладно. Что есть, то есть. Ну и в итоге вот они наши тузы. То же самое. Качество печати разное. Ну, то есть оно прям видно, что здесь ровная линия. А здесь вот чуть-чуть такие зазубринки, как будто бы. Плюс еще, что немаловажно, по надписям даже вот этот маленький штрих. И то правильно сделали. Здесь синяя надпись и здесь синяя надпись. Дело в том, что в старых картах без разницы. Это Jeris Nugget, либо там B, Bicycle. Именно которые 70-х и раньше годов писали вот эти вот, значит, всякие маркировки. Именно синим цветом. Не знаю, с чем это связано. Но сейчас это все тупо черного цвета. Можете проверить у себя даже на байках. Они будут именно черного цвета. Ну и собственно, опять же, здесь более жирные всякие такие полоски. И даже масштаб. Вот тут кажется, что больше туз пик, нежели здесь. И как бы на этом все. Но давайте-ка мы сейчас с вами сравним рубашки. И здесь безумно интересный такой вот момент. Значит, вам сейчас, возможно, не будет передана та разница, которая здесь есть. Но она здесь есть. Я сегодня перед тем, как записать видео, при дневном свете, при солнечном, сравнивал эти два цвета. И скажу так. Вот этот цвет, который на оригинальных колодах Jeris Nugget, именно красных, он более красный, чем здесь. Вот именно здесь красный, который красный. Который в новых картах, он тут как будто бы такой, знаете, малиновый чуть-чуть идет. И вот здесь хорошее сравнение будет, знаете, каких карт? Именно девяток. И тут, знаете, контраст такой проявляется. Я сейчас вам покажу. Вот это оригинал. И я думаю, вы видите, какая разница цветов. Если не видите, то поверьте мне, здесь более светлый, чем здесь красный. То есть это на оригинале красный цвет на мастях и на индексах, он более малиновый, чем здесь. Но если мы переворачиваем, ситуация контрастная. Здесь цвет более красный, чем здесь. Почему так, вот я вам честно скажу, признаюсь, не знаю. Но оно так и есть. Здесь красный более красный, здесь красный не такой красный. Но зато скопировали вот этот вот синий цвет вообще один в один. Претензий никаких нет, потому что он что в оригинале, что вот здесь вот на таком вот освещении, не дневном, а от софтбокса. Этот цвет как будто бы, знаете, такое как неоновый. Вот это такое и есть, да, что в одной, что во второй колоде. Но опять же, эта колода чуть хуже красный, чем здесь. Тут прям ядреный, ядреный такой цвет. Ну и плюс еще, как вы видите, здесь у нас печать, у нас, это только я сейчас вот заметил, обводка слева, видите, здесь больше, а здесь меньше. Ну потому что тут она, видимо, криво отрисовалась и сюда она немножко смещена. Рубашка. Ну да ладненько. И сейчас, ребятки, мы с вами сравним самое-самое главное – качество. Что же по качеству, давайте я вам расскажу. Начнем с того, что ребята из Expert Plain Card Company взяли самый свой плотный картон, который у них был, но он и рядом не стоял с тем картоном, который у нас здесь есть. Вот сейчас мы проведем с вами звуковой тест. Я вам на своем хорошем микрофоне включу, точнее не включу, а сделаю вот таких вот пару дриблов, и вы послушайте, как они по-разному отщелкивают. Этот вот конкретно случай, когда качество прям оно аж трещит, как будто бы ток. Вот смотрите. Это, еще раз повторюсь, переиздание. И у нас качество привычное, которое мы вообще все с вами уже часто трогали в руках. Слушаем. То есть, я думаю, вы заметили, что нет ничего выдающегося, обычный хруст тех колод, которые присущи сейчас в любой колоде. Байскл стандарт, там возьмите, похрустите. Ну, практически плюс-минус то же самое. И теперь давайте-ка мы с вами проверим колоду Jerry's Nugget 1970 года. Оригинал. Давайте. Я не знаю, слышно вам это или нет, но карты, которые я сейчас держу в руках, они просто щелкают прям мощно, так, картоном. И их даже сложнее изгибать. Вот я вот сейчас пробую вот так вот согнуть ее. Ее сложнее изгибать, чем вот эту вот колоду. И то же самое дрибл с ней, с переизданием делать проще, чем с этой колодой. И то, представьте себе на секундочку, эта колода еще и разработанная. То есть, у нее уже даже, видите, такие серые края. А это новая колода. И она не такая упругая, как та колода. То есть, ну, если она разработается, она будет в 10 раз хуже, чем эта разработанная. Вот. И в итоге, что мы с вами получаем? Ребята, молодцы. Скопировали, но не точно, как и оригинал. Есть. Что по поводу качества? Качество здесь, естественно, уникальное. Такого качества вы сейчас нигде не найдете ни в одной колоде. Карты невероятно жесткие. И я не устаю повторять то, что по качеству, вот у меня ощущение складывается, что вот взяли просто брусок дерева дерево, и вот так вот мелко его порубали на такие тонкие карты. И когда я, например, тот же дрибл делаю, у меня такое чувство, что я просто беру такие маленькие, маленькие карточные, блин, деревяшки скидываю. Ну, очень жестко, очень прям не поддается. Ну, невероятно, палец ломать можно. Вот настолько мощный тут картон. Такого картона, еще раз повторюсь, в современных колодах нет нигде. И, собственно, какой я сделаю вывод? Хорошая копия. Ну, точнее, не копия, а хороший репринт. Вопросов нет. Но в любом случае, как бы ребята не старались, даже если бы они скопировали все с оригинала, все подчистую, даже красный цвет тот же был, даже печать такую волнистую, такую прям плохую, как раньше, даже если бы они нашли картон, такой, как здесь был, знаете, что бы они не скопировали? Они бы не скопировали время, сколько прожила эта колода. Потому что она дорогая тем, что была напечатана в 70-х годах прошлого столетия. Раз. Во-вторых, эта колода была напечатана определенным тиражом, и они больше никогда не будут такие, вот конкретно с таким качеством печататься. Два. И, собственно, все. Эта колода просто как суперценный экспонат любого коллекционера. Очень многие ее хотят. И, соответственно, она вот прям колода номер один в коллекции. Да, есть любители там Фонтейн В1, Рэд, которые там тоже 400 долларов, 500 стоят. Но вот это именно классика, которую желают все крутые коллекционеры. А если она у вас есть, значит вы крутой коллекционер. И в итоге, что я советовал бы вам из вот этого всего покупать? Давайте разберем. Китайская хрень, ужасная копия, не тратьте на это деньги. Тоже китайская копия, не тратьте на это деньги. Почему? Да потому что есть вот это переиздание. Почему у меня вот эти две колоды есть? Потому что я их покупал, когда не было вот этой. Появилось вот это, было уже в наличии две вот эти. Думаю, решу я себе, короче говоря, собрать еще каких-нибудь джериков. Chicken Nugget вышло, шуточное переиздание. Потом вышло вот это вот переиздание, официальная, обычная версия, самая дешевая. И потом у меня сначала появилась вот эта невероятно крутая версия, которая с Gilded'ом. Их всего тысяча штук. И потом еще вот это вот самая последняя, самая простая версия. Я думаю, возьму себе ее, чтобы можно было сравнить разницу двух колод. Все, на этом мы можно заканчивать. Что брать из этого? Если вы супер коллекционер, конечно, возьмите по ссылке вот эту колоду. Если вы просто хотите себе Jolly Snugget, чтобы была вот для красоты и все такое, берите себе переиздание официальное. Оно стоит недорого. Всего 15 долларов. Там это нормальная для нее цена. Вот. Если уж вы очень-очень-очень-очень крутой коллекционер и хотите себе прям супер колоду, естественно, ваш вариант. Вот такая колода. Все. На этом мы с вами заканчиваем. Это самый подробный обзор. Сравнение двух колод Jolly Snugget, который длится 18 минут. Это один из самых длинных обзоров только вот одних карт. Это не целая коллекция. Это там ничего другого. Поэтому, если вы досмотрели до того момента, пожалуйста, напишите порог. И я вас обязательно лайкну. И поблагодарю. Не верите? Проверьте прямо сейчас. А у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.